с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 1 декабря всемирный день борьбы со спидом проблема мировая и всероссийская население нашей страны составляет около 146 миллионов человек из них живут свит около миллиона каждый час в россии заражается 9 человек также сегодня всероссийский день хоккея инициатором стал владислав третьяк легендарный вратарь президент федерации хоккея россии первый хоккейный союз был у нас учрежден 1911 году однако революция прерывает процесс развития этой игры в 1946 на стадионе динамо в москве проходят первые показательные игры и хоккей начинает триумфальное шествие по стране в россии сегодня день победы русской эскадры под командованием вице-адмирала павла нахимова над турецким флотом в синопской бухте у северного побережья турции но теперь о родившихся 1716 год в этот мир приходит эти н фальконе французский скульптор создатель медного всадника в 1766 году екатерина вторая приглашает его в петербург по рекомендации вольтера дидро для сооружения памятника петру первому в 1778 году скульптор покидает россию недовольный русским двором вообще и вознаграждением за работу в частности медный всадник был открыт спустя четыре года после отъезда фальконе а сам автор больше не работал как скульптор 1792 год в этот мир приходит николай лобачевский русский математик один из создателей неевклидовой геометрии а в 1922 году родился всеволод бавров советский футболист хоккеист футбольный хоккейный тренер заслуженный мастер спорта ссср и тренер в 1935 году рождается вуди аллен аллен стюарт кеннексберг американский актер кинорежиссер продюсер сценарист композитор обладатель четырех статуэток оскар который снял тонкие ленты для интеллектуалов любовь и смерть манхэттен сладкие гадки и другие 1945 год день рождения геннадия хазанова советского и российского артиста эстрада актера театра кино телеведущего общественного деятеля руководителя московского театра эстрады народного артиста рсфср и кстати полного кавалера ордена за заслуги перед отечеством в 1956 году родился маяк окопян советский российский иллюзионист актер артист цирка заслуженный артист страны сын циркового фокусника манипулятора арутюна окопяна в 1959 году рождается гарик сукачев рок-музыкант поэт композитор киноактер режиссер театр и кино сценарист и телеведущий ну а теперь о некоторых событиях этого дня 1255 год 1 декабря немецкими рыцарями тефтонского ордена и королем богини пржемыслом атакаром вместе в падении реки прегали в балтийское море была основана крепость кенигсберг это имя выросший на ее месте город носил более семи столетий по решению подсдамской конференции 1945 года кенигсберг с прилегающей к нему территории это около 1 3 бывший восточной пруссии отходит к ссср в память о председателе президиума верховного совета ссср калинина который скончался 3 июня 46 года переменован в калининград и носит это имя до сих пор в 1409 году в лейпциге был открыт один из первых университетов центральной европы первоначально он состоял из четырех факультетов свободных искусств таковым относили тогда и точные науки теологии медицины и права в настоящее время на 14 факультетах лейпцигского университета обучается около 30 тысяч студентов в 1835 году печатается первая книга сказок ханса крестьяна андерсена первую сказку призрак он напишет в 1829 году позже переделает этот сюжет в сказку дорожный товарищ любопытно что сказки ганс христиан писал свободное отписание романов и пьес время романы приносили ему славу описать сказки андерсону советовали бросить всего же перу андерсена принадлежит более 170 сказок и истории 1887 год напечатан роман этюд в багровых тонах первая книга о шерлоке холмсе детективная повесть артура конана дойла именно в этом произведении впервые появляется и начинает свое триумфальное шествие по миру шерлок холмс 1891 год физический воспитатель джеймс ней смит для занятий в помещении в зимнее время придумал для своих воспитанников новую игру он прибивает на противоположных сторонах гимнастического зала корзины из-под персиков дает ученикам футбольный мяч и объясняет что его нужно забросить в корзину так рождается правильно баскетбол 1913 год на заводах форда введена непрерывная сборочная линия с конвейера через каждые два часа 38 минут сходит автомобиль до этого времени автомобили строили так рабочие в цеху собирали машину снизу доверху такой способ был весьма дорогостоящим и поэтому только богатые люди в те дни могли позволить себе купить автомобиль в 1953 году опубликован первый выпуск журнала playboy основатель хью хефнер поначалу сомневался что когда-нибудь выпустит второй номер однако его опасения не оправдались и концу первого десятилетия журнал продавался тиражом более миллиона экземпляров он кардинально отличался от тогдашних мужских изданий которые в основном освещали спорт туризм яхты ну и пикники хефнер же придумал помещать на развороте раз в месяц внутри журнала специальный вкладыш фотографию красивой обнаженной девушки кстати в первом номере есть и фото с мэрилин монро 1962 год никита хрущев посещает выставку в манеже она посвящена 30-летию московского отделения союза художников и обрушился на молодых творцов мол им надо понять свои заблуждения и работы для народа после чего обозвал художника вовсе неприличными словами что имело печальные последствия как для непосредственных участников выставки так и для всего советского искусства в целом но еще одно событие 1 декабря 1934 года около 16 часов 30 минут леонид николаев возле кабинета в коридоре на третьем этаже смольного санкт-петербурге почти в упор выстрелил сергею кирову затылок затем попытался покончить жизнь самоубийством выстрелив в себя но промахнулся потеряв сознание был задержан на месте и доставлен психиатрическую больницу расстрелян по приговору военной коллегии верховного суда ссср 29 декабря того же года убийство кирова станет началом массовых репрессий стране известных как большой террор из ленинграда потянулся кировский поток высланных и репрессированных с вами был николай пивненко в проекте дата